Ну что же, вот и подошел к концу первый день конференции G-Point, который, а так получилось, проходил онлайн. И я хочу спросить у своего соведущего Владимира, на какие доклады тебе удалось сегодня попасть и какие у тебя впечатления от первого дня? Андрей, к сожалению, мне не удалось так посмотреть, целиком никакой доклад. Усмотрел кое-что урывками, очень хочу потом записи пересмотреть про виртуальные потоки доклада, очень мне интересно. И еще вот этот партнерский доклад про образовательные всякие инициативы внутри компании, как обучать, как вот это все. Эта тема мне близка. Интересно, как это устроено в Риксофте. А вот в онлайне партнерские доклады записываются? Или сейчас все записываются? Хороший вопрос. Ты хочешь сказать, что я мог пропустить свое счастье? Не знаю. Это мы скоро узнаем. Если тебе интересно какой-то... Да, собственно, я и хотел. Ты меня так смутил, что я могу потерять. Скажи мне, тебе удалось что-то посмотреть? В тот самый перерыв, который у меня был в главной студии, он был занят докладом про новинки Java 22. Я вам хочу сказать, что это просто бомба. Вот я посмотрел, и мне очень нравится формат дискуссии, потому что эта история, она как бы не срежиссированная, а это живое мнение от инсайдеров, тех, кто конкретной технологией занимается. Они ее не рекламируют, они рассказывают свое понимание, почему так получилось, что от этого ждать, что полезно, что не полезно. Ну и ребят, конечно, очень интересно было послушать. Если вы пропустили, очень рекомендую. Это не про проходной, не ЛТС-релиз Java 22, это про то, что есть сейчас и что будет в будущем. И это про то, как трое классных чуваков реагируют на реплики друг друга, и, естественно, вживую. Да, это супер. Да, это супер. Я хотел, на самом деле, поблагодарить всех, без исключения спикеров, онлайн-части, в том числе и тебя, Владимир, и остальных. Это было отлично. Кстати, я все время оговариваюсь, конечно же, не онлайн-части, а первого дня. А первого дня онлайн-части. Потому что вся конференция проходит в формате онлайн, плюс еще два дня в оффлайне, которые можно посетить очно. Да. Спасибо большое экспертам, которые помогали нашим докладчикам докладывать. Респект, ребята. Спасибо большое. Очень здорово, что многие приехали в студию и поучаствовали в этом всем экспириенсе. Ну и, конечно же, программный комитет. Очень многие ребята сегодня, в том числе, тоже были заняты и с докладами. В общем, что подготовили, то и получили. И я, в целом, ну, скажем так, доволен результатом. Мне нравится. Классно. В целом мы благодарим компанию Jigro Group за то, что она делает все вот это возможным, приводит людей, приводит спикеров, приводит, обеспечивает всю техническую подноготную, о чем мы вообще не знаем, да, не видим. Вот. Мы просто наслаждаемся классным материалом и классными людьми. Спасибо, ребята, за то, что вы делаете то, что вы делаете. Это супер. Ну и, конечно же, партнеры. Кто успеет за мной их посчитать? Это «Газпром», «Банк», «Мир», «Платформ», «Тинькофф», «Эсэмлаб», «Сбер», «Гренатом», «Риксофт», «Яндекс.360», «Инновативпипл», «Сбертех», «ХХРУ», «Ампликот», «Аксиом.GDK», «ПВС-студия», «Синемекс», «Яндекс», «Райфайзенбанк» и «Поле.РФ». Сколько получилось? Получилось много, и я должен сказать, что у тебя тоже с дыханием все в порядке. Видимо, занятия спортом, получетверти марафона, которые не проходят зря. Да, ты прекрасно на одном дыхании ставился. Не проходят зря, ноги до сих пор болят. 18 штук, 18 партнеров. Большое спасибо всем, кто принял участие. Да, смотрите, нам очень нужна ваша обратная связь. Вы могли оценивать доклады и во время докладов, но даже если вы не успели, вы можете всегда оценить, пойти, найти доклад, поставить. Пишите развернутые ответы. Нам очень важно постоянно улучшать процессы, что-то давать обратную связь спикерам, чтобы они пошли дальше еще что-то улучшать. Причем, еще раз, даже если вы смотрите в записи, все равно оставляйте фидбэки. Фидбэки – это то, что кормит наших спикеров. Они смотрят на них, читают, смеются, плачут. В общем, всячески эмоционируют. Да. Пишите отзывы так, как будто их будут читать. Возможно… Я знаю ваш домашний адрес, ты хотел добавить. Нет, я про то, что вот прям интересно, сколько людей смотрят программу сегодня и думают, о, интересно, а это потому, что я так написал, все так изменилось. Да, это именно поэтому, потому что мы их читаем, учитываем и принимаем решения, нравится нам это или нет на самом деле. По поводу самой по себе обратной связи. Те, кто были участники комьюнити дня, те, кто не имеют билета на основную конференцию, прямо сегодня получат форму обратной связи, заполните, пожалуйста. Там, я так понимаю, всякие плюшки за это положены, какие точно не знаю. Ну а те, кто имеют билет, они получат по результатам всех трех дней. И тоже очень прошу заполнить обратную связь. И если вы просто хотите написать, что было классно или плохо, напишите, но лучше всего писать какие-то детали, прям вот что понравилось, что не понравилось, вопросы, то есть что-то, за что можно ухватиться и конструктивно обработать. Так, теперь по поводу оффлайн. Оффлайн у нас пройдет в этот раз в Москве, в Конгресс-центре, Центр международной торговли. Центр международной торговли. Да, у нас там 32 доклада, один воркшоп и очень много всяких дополнительных активностей. Да. Воркшоп один, но зато какой. Да. Если я правильно помню, будет написан компилятор… Компилятор Паскаля в байт-код. Да. То есть у нас появится еще один GVM язык, прям во время конференции. Маленький такой, но вполне себе GVM. Приходите, кто понимает, что такое настоящее общение, да, личное, да, вот кому это важно. Вот, мы там все встретимся, будем доступны, будем общаться, опять же, автопати и все-все вот это. Отметьтесь в чатике, если вы сегодня на комьюнити-дэй пришли и приняли решение поучаствовать в оффлайн-конференции, нам будет интересно. Да, если мы вам продали оффлайн, да. Рубрика «Новая активность. Ask.Expert». Да, или по-русски «Спросите эксперта», а кто эти эксперты, на самом деле они есть на сайте. Вы можете забукировать сессию с экспертом, сами по себе сессии пройдут в течение 24-25 апреля. Количество мест ограничено, торопитесь, но еще пока есть. Да, и темы тоже, они ограничены, тоже указаны на сайте. Посмотрите, про какую тему вам интересно лично проконсультироваться, один на один. Вот, и спешите, спешите. Вот, соответственно, в оффлайне у нас выставка традиционная, значит, партнеры, мерч, еда, полиция мерча, полиция нравов. Вот, соответственно, мы там общаемся, собираемся, играем, проводим время, общаемся, естественно, обсуждаем. Как бы все сделано для того, чтобы люди могли нормально понетворкаться, что в текущих реалиях очень и очень ценно. Вот, ну, в принципе… Ну и что же, как это, расставание всегда печалька, да? Спасибо, что были сегодня с нами, особенно благодарны тем, кто были в главной студии. Если вы смотрите нас сейчас на Ютубе спустя какое-то время, напишите, из какого вы года, и поставьте лайк, потому что, ну, потому что нам просто будет приятно. Владимир, спасибо большое за этот день. Андрей, спасибо большое, ты здесь провел целый день. Было прекрасно. Да, по-моему, было замечательно. Я хочу пожать руку. Спасибо огромное, Андрей, было очень приятно. Коллеги, мы закрываем первый день онлайна. Всем успехов. Увидимся через неделю с кем-то в онлайне, с кем-то в оффлайне. Надеюсь, большинством в оффлайне. И до новых встреч. Всех ждем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...